У меня бзик есть. Я, когда слушаю других, ну, когда я увлекаюсь, я всё забываю. А когда контроль есть, я подмечаю ошибки в логических ударениях. Вот такой есть замечательный артист совершенно, Иннокентий Смуктуновский, но он не учился никогда нигде. И поэтому он делает ударения там, где Бог подскажет. Или ему покажется, что вот здесь нужно сделать ударение. Ну, когда он читает что-то по радио, я же его живым в концертах не слышал. Там в театре другой вопрос. А вот записи, например, речь. Он такой волюнтарист. Он бьёт, логически бьёт по любому слову, любому предлогу. И, может быть, это слово совсем не глума. Главное во фразе. Совсем не ключевое. Но он так. У него там есть свои достоинства. Публика ничего этого не замечает никаких. А грехов с точки зрения сумасшедшего авангарда происходящей. Но я когда вот Светлана Николаевна слушаю, когда бы я не видел по телевидению, всегда на месте логическое ударение. Всегда. И умение выделить, я почему вам говорю это, потому что мы все небрежны бываем. Особенно, когда некогда. Когда нужно вот сходу какой-то текст читать на запись. Ты даже его ещё... Хотя мне табаков учил, когда взял меня мальчишкой на радио. Говорю, надо хотя бы раз прочесть. Хотя бы раз. А Вячеслав Невинный читал много раз. Поэтому, когда приходил на радио, это был фейерверк. И вот, выделить ключевое слово не так-то просто. Иногда, бывает, надо два сделать во фразе логических ударения. Но если три, это что-то с вами происходит. У вас температура поднялась. Три ударения зритель вынести не может. Не надо его перегружать. Понимаете? Он должен не терять нить. Не терять нить он будет, если ключевое слово он услышит. Где, что, когда, что происходит. Ключевое. И вот я слышал записи Олега Ефремова. Он читал Пушкина, Тютчева. Я сидел, слушал, потому что я делал передачу по радио о нём. Я послушал эту запись, ни одной ошибки. А он специально этим не занимался. Он вообще был главный режиссёр. Что ему? А вы понимаете? А потому что смысл для такого режиссёра, как Ефремов, был на первом месте. Кто прочтёт одну фразу какую-нибудь? Кто выйдет? Кто смелый? Прочтёт. Мы сейчас посмотрим, что там, где там ключевое слово. Может, оно и найдено. Как хорошо. Пожалуйста. Кто-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста, выходите. Что вы будете читать? Да, вот сюда. Вас как зовут? Роман. Очень приятный роман. Взаимно. Так, Роман, что вы? Давайте мороз, солнце, день. А проза нет? А, проза? Стихи это Райкин должен преподавать. Он бзиканутый, как я, но в стихах. Сложно? Ну, давайте мороз и солнце. Мороз и солнце, день чудесный. Дальше я не знаю. Стоп, 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 стоп. Ну, давайте здесь, вот первая строчка. Давайте. Давайте подумаем все вместе. Очень трудно. Не думайте. И спорно. Могут оспорить, может, любой из вас. Мороз. Мороз вообще фиговато, правда? Мороз. Вот здесь, когда в ночи такие. Мороз и что? Солнце. То есть, тут парадокс. В первой фразе мороз, если три слова, а смотрите, мороз – это плохо, а солнце – хорошо. Значит, не подчеркнуть это вряд ли стоит. Как получится? Мороз и солнце. Так, уже ничего. И солнце. Правильно. То есть, здорово, несмотря на мороз. Дальше. День чудесный. День чудесный. Где будет логическое ударение? Ну, то, что день, он чудесный и есть день. Наверное, все чудесный. Молчите и думайте все. Думайте, как бы сделал я. Каждый из вас думайте. Еще раз. Правильно говорил, между прочим. Давай. На чудес. Правильно. День чудесный. Он же сейчас девушку будет пленять. Дальше. Еще ты дремлешь руку лесу. А еще ты дремлешь, друг, привет. Правильно. Пора. Пора. Красавица, проснись. Стоп. Пора, красавица, проснись. Где ключевое слово? Молчите. У вас недержание, что ли? Что вы? Ну, на глагол. Дело не в глагол. Ключевое. Какое здесь? Что важнее? Красавица. Он же к ней обращается. Слушай, он всю ночь к ней обращался. А теперь она дремлет. Ну-ка, ну-ка. Еще раз. Пора, красавица, проснись. Какое значит слово? Проснись. Слава Богу. Правильно. Она же спит. Вот мы понимаем тогда, что она спит. По этому слову. Что она спит, а он, видите, уже подбит. Вот такой. Да, ну, дальше. Открой сомкнутой негой взоры. Так. Какое тут ключевое слово? Нега. Ну, нега была ночью. Что открой-то? Взоры. Ну, так взор? Ну, может быть, поставим логическое ударение на взоры. Открой сомкнутой негой взоры. Ну, что так жирно-то? Открой. Ну, помягче, помягче. Ну, по-человечески. Открой сомкнутой негой взоры. То есть, открой глаза. Правильно? Нет. Дальше. Навстречу северной оброры, звездой севера и вис. Так. Где тут будет ключевое? Навстречу северной оброры, звездой севера и вис. Явись будет или какое слово будет ключевое? Внимание! Наверное, севера. Звездой у севера? Звездой у севера? Он делает... Не делает ли он комплимент женщине здесь? Ты хотел уже... Ты раньше хотел делать? Я тебе не дал. А здесь уж можно сделать. Он мне говорит, открой. Ну, вот заря. А ты звезда! Ты звезда! Не согласен? Звездою севера и вис. Спорно. Можно так, можно эдак. Вот мне кажется, так. Так интересно. Понимаете? Вот так каждый выбирает и проверяет потом. Можно выучить. Лучше сначала придумать место для логического ударения, а потом учить наизусть. Потому что если вы сразу выучите, вы с ошибками выучите. А потом переучиваться трудно. Особенно в стихах, там, музыка. Садитесь, пожалуйста. Так вот, ребятки, я хотел бы вас попросить, чтобы вы были внимательны к этому. Это очень важно. Как можно проверять, правильно ли я выбрал ключевое слово? Я придумал такой прием для проверки. Представьте себе, что вы в театре играете. Перед вами тысяча зрителей. В пятом ряду вас уже плохо видят, но еще слышат. А в двадцатом ряду и слышат не очень. Если это нормальный театр, без подзвучки. Какое слово зритель должен услышать во всех случаях? Ключевое слово он должен. Иначе он потеряет нить. Иначе он спрашивает, что он сказал? Понимаете? Шум в зале. Выходит из зрителей, расстроенные. Ключевого слова не нашли. Я хочу вас попросить, чтобы вы были внимательны. Просто к этому внимательны. Вы профессионалы. Вы не имеете права, как Смоктуновский, где угодно. Он другим брал. Не у всех есть то, чем он брал. Понимаете? Смоктуновский. Продолжение следует...